Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи и делал это с полной отдачей сил. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего не уворовали там? Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет, не знаю. Я сейчас скажу почему. Ответьте, пожалуйста. Как вас зовут? Мария меня зовут. Мария? Мария. Маша, садись, пожалуйста. Спасибо вам. Помните нашу майскую встречу? Конечно. Я после нее наладилась личная жизнь. Вышла замуж наконец-то. Вы, кстати, давайте так поподробнее объясните всем, что происходит, иначе... Ну не за вас, а за своего мужа. Боже, не поймите неправильно. Вот я вас люблю полтонически. Квас? Вавянский квас. Ну, охрана... Я чувствую, у вас кого-то махнули уже с утра. Вадим Ильич, я хотел вас угостить, но охрана не дала ничего пронести. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, так? Не гореть поросят и под свинок по этой тайге. А питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы... Вообще, я не знаю, нужно ли это американцам или нет. Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? Еще второй вопрос. Как к какой стороне? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова